Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых ядовитых грибах, которые можно найти в лесах. Вы когда-нибудь задумывались, что грибы – это не только удивительное создание природы, но и потенциальные убийцы, способные нанести серьезный вред людям? В этом видео мы расскажем о самых опасных грибах, которые могут встретиться на вашем пути. Мухомор, сатанинский гриб, бледная поганка, паутинник – эти грибы вы должны обходить десятой дорогой. Мы покажем вам, как выглядят самые ядовитые грибы, расскажем, где они встречаются и каким ужасающим последствием может привести употребление опасных грибов в пищу. Посмотрите это видео до конца, чтобы защитить себя и своих близких. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь садитесь поудобнее и давайте начнем. Шампиньон желтокожий. Этот гриб довольно часто путают с некоторыми съедобными видами шампиньонов, что неудивительно, ведь внешне они очень похожи. Только в отличие от знакомых нам шампиньонов, этот гриб ядовит. Он широко распространен в Северной Америке и Европе, в лиственных лесах, садах, парках. Молодые грибы очень симпатичны, с белыми колокольчатыми или полушаровидными шляпками, которые в зрелости расправляются. Ножка белая, у основания утолщенная, с двойным кольцом. Пластинки сначала розовые, потом приобретает серо-коричневый цвет. Так и хочется протянуть руку к этим аккуратным и аппетитным на вид шампиньонам. Но будьте внимательны, распознать ядовитого гриба можно по специфическому запаху, который напоминает запах гуаши, а также потому, что при надавливании его поверхность желтеет. К счастью, шампиньон желтокожий не смертельно ядовит, но может вызвать отравление, сопровождаемое рвотой и расстройством желудка. Ложно-опенок серно-желтый Этот гриб получил свое название за сходство с опятами, однако он почему-то не вызывает желания положить его в корзинку. В молодом возрасте шляпка-ложно-опенка имеет колокольчатую форму и светло-желтый цвет. Позже она становится распростертой и обретает грязноватые оттенки. Ножка цилиндрическая, может быть изогнута, волокнистая, полая внутри. Мякоть беловатая, очень горькая, с неприятным запахом. Обратите пристальное внимание на пластины гриба. Если они грязно-серно-желтого цвета, то это точно ложно-опенок. Серно-желтый ложно-опенок повсеместно встречается с конца мая до глубокой осени. Такие грибы растут на пнях, на земле около пней и на гнилой древесиния лиственных и хвойных пород. Встречаются часто большими группами. Заметили? Проходите мимо, ведь эти грибы ядовиты. При употреблении в пищу через 1-6 часов появляется тошнота, рвота, потливость, человек теряет сознание. Ложно-опенок, серно-желтый, может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти. Фолиотина морщинистая Фолиотина морщинистая ядовитый гриб, родиной которого является северо-западный регион США. Он содержит сильный яд амотоксин, который очень токсичен для печени и может привести к летальному исходу. При попадании внутрь у человека развивается печеночная недостаточность. Затем наступает общая интоксикация и смерть. Грибы довольно мелкие и не выглядят особо привлекательными для грибников. Однако они очень часто растут на лужайках и садах около дома. Поэтому постоянно находятся буквально в пару шагах от людей. Фолиотина морщинистая имеет коническую шляпку, расширяющуюся до плоской. Диаметр шляпки менее 3 см, с гладкой коричневой верхней частью и зачастую полосатыми краями. Тонкая ножка имеет гладкую поверхность коричневого цвета, с выдающимся и подвижным кольцом. Фолиотина морщинистая похожа на псилоцибиновые грибы, обладающие галлюциногенными свойствами, и иногда начинающие экспериментаторы по ошибке их путают. Ангел смерти. По одному названию становится понятно, к чему может привести употребление этого гриба в пищу. Высокотоксичный ангел смерти встречается только в смешанных лесах на западе Северной Америки. Этот красивый белоснежный гриб из семейства мухоморовые содержит опаснейшие амотоксины, которые бьют по печени, почкам и по другим органам одновременно, нарушая синтез белков. Отравление может привести к боли в животе, рвоте, головокружению и в тяжелых случаях к сердечной или печеночной недостаточности. Осложнение при отравлении включает повышенное внутричерепное давление, внутричерепное кровоизлияние, сепсис, панкреатит, острую почечную недостаточность и остановку сердца. Ангела смерти можно узнать по белоснежной шляпке. Молодые грибы на вид напоминают яйца. Увидите – обходите стороной и уводите подальше домашних животных. Ведь известны также случаи отравления этим грибом собак. Мухомор пантерный Этот гриб выделяется толстой ножкой и коричневой шляпкой с белыми хлопьевидными пятнами. Сначала его шляпка имеет куполообразную форму, затем становится плоской. Ножка белая, слегка осуженная кверху, книзу расширенная клубневидной формы. Белая мякоть пахнет редисом и сырым картофелем. Мухомор пантерный произрастает в хвойных, лиственных и смешанных лесах в умеренном климате северного полушария. Неопытные грибники нередко путают мухомор пантерный с условно съедобным мухомором серо-розовым. Помните, что у безопасного вида нежная мякоть и при разломе он покрывается прожилками розового цвета. У пантерного мухомора цвет мякоти белый, а после разлома она чернеет. Гриб сильно ядовит и содержит в себе такие яды, как мускарин и мекоотропин, действующие на центральную нервную систему, а также ряд токсичных алкалоидов, которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, галлюцинации и могут привести к смерти. Паутинник красивейший. Крайне ядовитый и смертельно опасный гриб, в котором содержится ядовитое вещество ореланин. Невообразимо, что за таким прекрасным названием скрывается огромная опасность. Паутинник красивейший остается ядовитым даже после многократной варки. Ядовитые вещества сохраняются даже в сушеных грибах. Его токсины вызывают почечную недостаточность. При этом яд действует медленно, серьезные поражения в организме происходят в течение примерно двух недель. Паутинник красивейший встречается только в Европе, во влажных хвойных и смешанных лесах. Растет небольшими группами. Эти грибы отличаются конусообразной шляпкой, которая по мере роста все больше выпрямляется и у взрослых грибов становится почти плоской, с небольшим бугорком в центре. Ножка имеет цилиндрическую, книзу утолщенную форму. Цвет грибов варьируется от красно-коричневого до рыжевато-бурого. Галерина окаемленная. На вид это типичный мелкий коричневый гриб, на который редко обращают внимание даже грибники-любители. Галерина имеет колокольчатую шляпку до 3 см в диаметре, с завернутым внутрь края. На ножках молодых экземпляров, как правило, четко видно определенное мембранное кольцо, которое часто исчезает с возрастом. Эти грибы сильно напоминают опят. Поэтому, если вы не уверены, что нашли опенка, а не галерину, лучше не брать этот гриб в свою корзину. Галерина окаемленная широко распространена в северном полушарии, включая Европу, Северную Америку и Азию. Растет гриб преимущественно в хвойных лесах – на древесине, на пнях, у основания стволов, на выступающих корнях. Гриб очень токсичен и содержит смертельно опасные амотоксины. При употреблении в пищу они вызывают тяжелое поражение печени, которое без своевременной медицинской помощи приводит к летальному исходу. Волоконница патуяра. Сыроежка, шампиньон или опенок? Нет, это волоконница патуяра – крайне ядовитый гриб. Это вид волокнистых грибов, локально распространен в Европе и некоторых районах Азии. Их можно встретить в хвойных и лиственных лесах, в тех же местах, где и съедобные грибы, поэтому смотрите внимательно, что берете. Шляпка молодых грибов беловатая, колокольчатой формы, с бугорком по центру, а у взрослых растрескивается красноватая. К старости соломенно-желтого цвета. Ножка у основания немного вздута, цвет такой же, как у шляпки. Мякоть белая, потом красноватая, со спиртовым запахом. Но главная особенность волоконницы – ее смертельная опасность. В этих грибах содержится ядовитое вещество мускарин, которое поражает центральную нервную систему. Симптомы отравления проявляются через 20-25 минут после принятия гриба в пищу. У пострадавшего наблюдается повышение кровяного давления, головокружение и головная боль, тошнота, дрожь в конечностях. Смертельная доза свежего гриба – всего 10-80 граммов. Лепиота коричнево-красная Этот гриб славно нарядился в кружевную юбку. Напоминает съедобный гриб-зонтик, но ни в коем случае не берите его в свою корзину. Лепиота коричнево-красная – это смертельно ядовитый гриб, который содержит нитрилы и цианиды. Этот гриб встречается по всей Европе, а также в Азии. Шляпка лепиоты – полукруглая, колокольчатой формы, с волнистыми краями. На шляпке расположены чешуйки, в центре они сливаются и образуется сплошной круг. Пластинки сначала беловаты, потом приобретают желто-зеленый оттенок. Ножка гриба у основания бывает изогнутая. Лепиота коричнево-красная окрашена в кремовый или серовато-коричневый цвет, иногда с вишневым оттенком. Мякоть белая, с фруктовым запахом, который при подсыхании становится неприятным. Чёртов или сатанинский гриб? Если вы неопытный грибник, то легко можете спутать сатанинский гриб с белым грибом. На первый взгляд они и вправду похожи, но присмотритесь получше. Шляпка сатанинского гриба имеет полушаровидную форму, на ощупь сухая и бархатистая. Она серая или зеленоватая, при разломе краснеет. Ножка очень толстая и расширяется до середины. Обратите внимание на цвет. Ножка жёлтая сверху и красная снизу. Также сатанинский гриб обладает неприятным запахом гнилого лука. Токсичность этого гриба может вызвать тяжёлые желудочно-кишечные расстройства, включая симптомы, такие как диарея, боли в животе, рвота. Симптомы могут продолжаться до 6 часов. В некоторых случаях наблюдается паралич конечностей. Обмороки, возникают сильные головные боли. Смерть может наступить от удушья или остановки сердца. Сатанинский гриб встречается в Европе в светлых лиственных лесах. Бледная поганка или мухомор зелёный. Знакомьтесь, это самый ядовитый гриб в мире. Его токсичность не снижается даже после варки, заморозки или сушки. Бледная поганка содержит два вида токсинов – аманитин и фалоидин. Для смертельного отравления взрослому человеку достаточно половины шляпки. Отравившись, человек спустя пару часов чувствует сильную жажду и нестерпимые боли в животе. Гриб влияет на всю центральную нервную систему, обезвоживает организм, снижает уровень сахара в крови. Позже появляются признаки тяжёлого поражения печени и почек, и зачастую единственный способ избежать смерти – трансплантация этих органов. Ядовитая поганка широко распространена в умеренном поясе Европы, Азии и Северной Америки. Грибы растут в лиственных и смешанных лесах, под деревьями, на садовых участках и в парках. Только не путайте бледную поганку с шампиньонами и зелёными сыроежками. Ядовитая поганка белая, гладкая и стройная, с юбочкой на ножке. Её шляпка вырастает до ширины ладони, а ножка имеет цилиндрическую форму с утолщением у основания. Цвет поганки может меняться от белого до серовато-зелёного, смотря где она растёт. На этом у нас всё, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какие ядовитые грибы вы встречали в лесу.